Здравствуйте! На канале Заречная программа «Вопросы есть» в студии Елена Степкина. Я приветствую всех, кто хочет знать ответы в этом выпуске. Почему в январе возросла плата за отопление? Как смогут принять участие в выборах россияне, которые в день голосования будут отсутствовать по месту постоянной регистрации? Как горожане могут перечислить средства в благотворительный фонд «Лохматый друг» для помощи бездомным животным? Оставайтесь с нами, вы узнаете ответы на эти и другие вопросы. Почему плата за отопление в январе больше, чем в декабре? Такой вопрос возник у многих зареченцев. У некоторых разница платы за тепло составляет больше тысячи рублей. Почему настолько возросла сумма за отопление? В большинстве домов города Заречина установлены приборы учета, и плата берет в соответствии с показаниями прибора учета. Как все мы знаем, что традиционно январь – это самый холодный месяц в году, и пик платы за тепло приходится именно на него. Если сравнивать январскую погоду 2017 года и январскую погоду прошлого года, то приблизительно она была одинаковой, о чем и говорят объем потребления на основании показаний приборов учета. Однако же декабрь 2017 года был намного теплее декабря 2016 года. И следовательная оплата за декабрь 2017 года была ниже оплаты за декабрь 2016 года. И даже с учетом повышения тарифа в 2017 году. То есть у нас тариф был в 2016 году 1439 рублей, а в 2017 году тариф был у нас 1504 рубля 26 копеек. Поэтому получилась ощутимая разница между суммой за декабрь 2017 года и суммой за январь 2018 года. Однако если мы сложим оплату за декабрь и за январь прошлого отопительного сезона и оплату за декабрь и январь этого отопительного сезона, то мы увидим, что суммарная оплата даже ниже с учетом повышения оплаты за отопление. Но есть у нас 12 домов, в которых получилось так, что оплата выше, чем мы рассчитывали. По этим домам мы в настоящее время разбираемся. И если выявим ошибки, то этим домам будут сделаны перерасчеты. 18 марта россияне будут выбирать главу государства. В голосовании смогут поучаствовать все совершеннолетние граждане. В Заречном по состоянию на 1 января зарегистрировано 52 170 избирателей. В городе, как и прежде, будут открыты 26 избирательных участков. Располагаться они будут по прежним адресам. И те, кто не меняли место жительства, смогут проголосовать там же, где и раньше. Гражданам, сменившим адрес регистрации, нужно будет обратиться уже на другой участок. Как узнать, где он расположен? Избирательные участки города Заречного будут располагаться на тех же самых местах, что и раньше. Найти свой избирательный участок. Во-первых, можно на сайте администрация в разделе территориальной избирательной комиссии. Во-вторых, на сайте центральной избирательной комиссии есть очень удобный раздел «Найди свой избирательный участок». То есть там по своему адресу можно найти место своего голосования. Ну и, конечно же, как всегда будут работать участковые избирательные комиссии, которые каждому горожанину принесут пригласительный на выбор. В этом приглашении как раз будет указана информация о избирательном участке, о времени его работе и другая полезная информация. Как правило, все голосуют на избирательном участке по месту регистрации. А как быть тем, кто в день голосования будет отсутствовать по месту прописки? Как они смогут принять участие в выборах президента России и что для этого необходимо сделать? Раньше, как вы все помните, у нас было открепительное удостоверение. Чтобы получить это открепительное удостоверение, нужно было прийти по месту своей прописки. Сейчас эта процедура намного упростилась. Сейчас не получают открепительное удостоверение, а чтобы открепиться, вернее, как прикрепиться на тот избирательный участок, где вам удобно голосовать, нужно написать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. То есть причины ненахождения по месту регистрации могут быть разными. Либо вы просто живете не в том месте, где прописано, либо вы куда-то уезжаете в день голосования, и вы уже заранее знаете об этом. Либо командировка. Ну, разные причины бывают, чтобы отсутствовать по месту регистрация. Написать такое заявление можно абсолютно в любом месте. То есть как по месту своей регистрации, так и по месту нахождения. С 31 января такое заявление можно будет написать в территориальной избирательной комиссии, в любом МФЦ и на сайте госуслуг. Что касается территориальной комиссии города Заречного, то она располагается в здании администрации, 212 кабинет. И с 31 января будет работать с 9 утра до 7 вечера. По выходным с 9 до 13. С 25 февраля уже начинают работать участки, участковая избирательная комиссия. Именно по приему заявлений. То есть с 25 февраля можно обратиться в любой абсолютно избирательный участок, в любую участковую комиссию. Вот с целью написать такое заявление. Единственное, что надо помнить, такое заявление, во-первых, можно написать только один раз. То есть если потом поменяется место вашего нахождения, то, наверное, есть риск потерять свое избирательное право. Единственный момент, если вы будете находиться по месту регистрации своей, то вам дадут возможность проголосовать. Единственное, что придется немного подождать, пока члены участковой комиссии не убедятся, что вы не проголосовали на том избирательном участке, куда вы заявились по месту нахождения. И второе, немаловажное, что нужно сделать это не позднее, чем за 4 дня до дня голосования. То есть до 12 марта. В Зареченском центре стерилизации и социальной адаптации бездомных животных в будках проживают более 50 собак. Зимой им нужно усиленное питание, желательно теплое. Горячая пища помогает легче переносить холод. Волонтеры для них готовят каши на мясном и курином бульонах. Такое же питание показано щенкам и собакам, проходящим послеоперационную реабилитацию. Средств на содержание животных требуется немало. Только на корм для кошек и собак в день уходит порядка 2,5 тысяч рублей. В холодное время года волонтерам как никогда необходима помощь горожан, чтобы обеспечить питомцев горячим питанием. В зимний период увеличивается питание, особенно собак, которые проживают на территории центра в будках. Потому что расход собаки нужно больше, чтобы поступало калорий, чтобы ей было тепло. Мы никогда не откажемся от любого вообще корма. Всегда принимаем все любые крупы, мясные обрезки, шеи, головы, лапы. Это все что угодно могут быть. Косточки любые, может быть кто-то варил бульон даже останется. Любое теплое питание для нас очень важно. Может быть даже сухие корма. Сухие корма, все что есть у людей, мы всему рады и все готовы принять. Потому что содержание наших хвостиков выходит для собак 30 рублей в день, для кошек 15 рублей в день. Если умножить количество данных животных, проживающих на территории центра, то сумма получается большая. Иногда мы даже сами для себя не представляли, насколько это большие суммы уходят. Люди могут помочь в любой момент, в любом размере, каком они могут. Мы рады любой абсолютной помощи. Не бывает маленькой помощи, потому что никогда. Перечислить деньги можно положить в любой ящичек, который находится в магазинах города. Или можно с помощью короткого номера 3443, лохматик, плюс сумма пожертвования. Также другие способы для перечисления средств можно найти на всех наших страницах в соцсетях. Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбуке или же на нашем сайте в поисковике «Вести лохматый друг» выдаст. И там будут способы, которыми можно помочь нам. Время, отведенное нам в эфире, заканчивается. Отвечать на вопросы телезрителей продолжим в следующей передаче. Задать интересующие вас можно по телефону 60 85 42. Мы ждем ваших звонков с 9 до 18 часов ежедневно, кроме выходных. Вы также можете оставить свое сообщение на сайте телерадиокомпании «Заречный» или отправить на электронный адрес, указанный на экране. Пишите, звоните, будем вместе искать верное решение. Всего вам доброго, до новых встреч на канале «Заречный». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова